18 января в Твери начал работу штаб общественной поддержки. Участниками мероприятий, посвящённых его открытию, стали губернатор Игорь Руденя, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев и другие почётные гости. Перед началом встречи с общественностью Игорь Руденя ознакомился с работой, развернутой на площадке штаба выставки «Добровольцы». На ней представлены фотографии из зоны СВО, а также осколки мин и снарядов, трофеи нашей армии, вывезенные оттуда волонтёрами объединения «Наследие». Они знакомят с масштабом последствий разрушительных обстрелов мирных жителей Донбасса. Данная выставка является уникальной, так как она сделана не фотохудожниками, а обычными ребятами, добровольцами, которые в рамках гуманитарных миссий, выезжая на территории, пытались на собственные сотовые телефоны запечатлеть ту жизнь, которая была после боевых действий и то, как она протекает у мирного населения на данный момент. После этого началась сама встреча с общественностью, посвящённая открытию штаба общественной поддержки. Они создаются в регионах страны как площадки взаимодействия с объединениями активных граждан, а также волонтёров, и станут центрами выработки новых идей, встреч с ветеранами, представителями различных ведомств. Это важный проект партии «Единая Россия», нацеленный на простых граждан. Безусловно, штаб общественной поддержки – это место, где люди могут высказать свои проблемы, потому что сотрудники региональных общественных приёмных партий «Единая Россия» будут в том числе работать на площадке штаба общественной поддержки. В любой день, в любое время можно подойти, выразить, рассказать о своих проблемах, высказать какие-то свои идеи, которые будут решены и будут реализованы. Глава региона и участники открытия в формате «вопрос-ответ» пообщались с представителями объединений, с которыми через штаб будет висеть совместная работа. Это областное молодёжное правительство, региональный офис проекта «Навигатор детства», «Движение первых», «Юнармия», «Школьный музей». Последним было предложено более активно представлять Тверскую область во всероссийском проекте, который реализует Музей Победы на Поклонной горе. Мы решили окормлять все школьные музеи боевой славы, которые есть в стране. Сегодня в нашей программе, которая так и называется «Школьный музей Победы», участвует порядка 1800 школ со всех регионов нашей страны. 24, по-моему, если не ошибаюсь, школы Тверской области тоже в этом проекте. Главной темой общения стало проведение в марте нынешнего года выборов президента Российской Федерации. Мнением о том, почему важно идти на выборы, поделились Игорь Руденя, Александр Школьник и Сергей Голубев. Их мнение было единым. Участие в голосовании – это проявление гражданской позиции, проявление любви к Родине. Поэтому ответ очевиден. На мой взгляд, наверное, ответ на вопрос, зачем нужно идти на выборы, он очень простой. Потому что от того, придешь ты на выборы или нет, зависит, как ты будешь жить дальше. Потому что это страна, в которой я родился, страна, в которой я живу, страна, в которой будут жить мои внуки, правнуки, живут сейчас мои дети. Если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, надо обязательно идти на выборы. На встрече также поднимались вопросы, связанные с развитием Движения Первых и других молодежных объединений. Игорь Руденя акцентировал, создание Движения Первых, Юнармии и прочих организаций – это возможность вернуться к традиционным ценностям, к культурным, религиозным корням, пропагандировать и популяризировать их среди подрастающего поколения. Среди поручений, отданных губернатором, проработать вопрос о создании в Твери штаба движения Юнармия. Продолжение следует...